ПОЈ ПЛАПА ПОЁЛА ПОЁЛА Давайте-ка разберёмся, что же делает Димаш в этой песне «С.О.С». Многие люди очарованы его голосом, в том числе и я. И я бы хотел пролить немного света, хотел бы объяснить вам, как он это делает, и рассказать, что делает его таким особенным певцом. Сейчас мы будем говорить об интимном пении. Это тихое-притихое-типтихое пение. Все мы знаем, какой у Димаша мощный голос. А тут было много дыхания, и это было так нежно до невозможности. Это был или головной голос, или верхняя часть грудного голоса. Такой своеобразный микс. Итак, мне нужно поймать эти нотки, чтобы получше понять, что же он здесь делает. Это до диез четыре. Это вполне можно спеть грудным диапазоном. И это также можно спеть и головным голосом, фальцетом. Мне понравилось, как он начал эту песню таким сокровенным образом, будто шепчет вам прямо в ушко. И там только пианино, только его голос и пианино. И здесь не нужно переживать за объем звучания, потому что с подобным электронным оборудованием можно наполнить тихим звуком целый стадион. Итак, он начал очень мягко. То есть он создает вокальный контраст, который проявится немного позже. Он начал средним диапазоном, чтобы показать нам громаднейший контраст. Вы же знаете, как он может. Вот этот его белкинг, оперный стиль пения, и, конечно же, его бешеные высокие ноты. Я уже представляю, какой же это будет колоссальный контраст между началом этой песни и чем бы она там не закончилась. Больше звучит, как головной голос. Очень такой легкий головной голос. Это было бы слишком мягко и высоко для полного грудного голоса. Это было высоковато. Так что я ставлю на то, что он только что пел очень плотным головным голосом. Ох, вау. Удивительно. А здесь он начал с ноты Си-2. Здесь вы наверняка слышите эту разницу в тембре между мягким головным голосом и этим низким голосом в диапазоне баритона. И для меня его голос здесь звучит очень естественно. Лично мое мнение, что по природе он баритон, с абсолютно ненормальным верхним диапазоном. Так, он здесь пел, и потом было что? Он перешел, то есть прыгнул на две октавы, как делать нечего. И сейчас он уже поет таким смешанным голосом. Но этот микс или фальцет с очень плотным смыканием голосовых складок, потому что звук очень чистый и яркий. Это говорит об идеальном расположении голосовых складок. И это также нереально крутая демонстрация того, как легко он может перемещаться со своего низкого, довольно низкого диапазона до вот этого верхнего микса, не теряя при этом в качестве звука. Думаю, он переключился на головной голос на ноте Р4. Это было настолько гладко, что тяжело было заметить. Все мы знаем, что он может брать и не такие высоты. Думаю, он переключился с грудного голоса на некий смешанный голос на ноте Р4. И потом взял эту высокую С. Вы заметили эту тонкость? Слышали, как это зазвучало немного светлее? Там было немного больше дыхания. А когда поешь фальцетом, там, вероятнее всего, будет много дыхания. И потом, когда идешь вверх, голосовым складкам намного легче сомкнуться. Но прямо здесь не совсем удобный диапазон для фальцета или головного голоса. Можно услышать этот малюсенький проблеск прямо на ноте Р4, прежде чем он сгладит этот момент. Настолько мягко. Боже! На октаву выше. Он уже на ноте Фа-диэс-5. Запросто. Уже одно это удивляет, но это еще пока цветочки. Йоперный театр. Это настолько неоспоримый уровень контроля. Многих людей в Димаше поражает, как я уже говорил, его способность петь в оперном стиле и потом петь что-то вроде джаза, петь в стиле музыкального театра и потом сразу в поп-стиле. Его оперная техника очень хороша, хотя он и не преследовал такой цели, чтобы стать оперным певцом. Насколько я знаю, ему предлагали место в опере. И я верю, я верю, что ему хватило бы таланта быть настоящим оперным певцом, если бы он выбрал этот путь. Все дело в том, что в опере техника должна быть отточена до автоматизма. И бывает такое, что одно произведение может занять годы и годы и даже десятилетия, чтобы полностью овладеть им. Еще больше меня впечатляет, помимо оперной техники, это его способность переходить от одного жанра к другому. И делать это бесшовно. У него столько контроля над своим голосом на всех участках этого непостижимого диапазона. Вот что шокирует меня больше всего, особенно когда он улетает вверх своим головным голосом. Все это, конечно, тренировки, но и сама техника, плюс его способность изменять свой голос. И такое, знаете, немногие певцы так делают. А из тех, кто делает, не у всех получается так же хорошо, как у него. Его универсальность. Вот что, пожалуй, лучшее. Его диапазон и универсальность. Вот два самых впечатляющих качеств Димаша. Здесь, как вы слышите, очень много оперного звучания. Интересно, как высоко. Это очередная Фа-Диэс-5. Нота Фа-Диэс-5. Очень высоко. И он как бы показывает нам свое оперное прошлое. Если добавить туда немного пространства, можно сделать звучание немного теплее и темнее. Нужно просто слегка опустить гортань, чтобы создать больше глоточного пространства. Вот так оперные певцы придают звуку темное звучание. И еще это плотная чистая вибрато. Очень стойкая вибрато. Это значит, что есть грудная поддержка. И что здесь все расслаблено. Нет никаких зажимов и всякого такого. Лишь только прекрасная звуковая синусоида. Естественная настоящая вибрато. И это ювелирная работа. А сейчас он... Он сейчас поет как поп-певец с хорошей техникой. Он допускает эти случайные проскакивания вибрато. Отличное смыкание голосовых связок. И звучание остается ярким. Сейчас его гортань в нормальном положении. То есть он не старается придать темное звучание как оперный певец. Сейчас он поет в таком классном поп-стиле. Это такая техника, где если вам захочется пойти выше и использовать белтинг, то это очень легко будет сделать. Потому что его голос уже выдвинут вперед. И его вокальные складки уже готовы. Это просто хорошее пение. Старое, доброе, хорошее пение. И опять же он пришел сюда после того, как спел Faddy S5. Прямо как оперный сопрано, который сейчас звучит как поп-звезда. Как по щелчку. Господи, если в прошлый раз он сделал это и это звучало более оперно, тогда это был чистый фальцет, головной голос. То здесь это больше смешанный голос. Сюда потянуто больше грудного голоса. И это не полный грудной голос, потому что это было бы невозможно. Для мужчины петь полным грудным голосом вот так высоко. Но можно услышать в этом звуке, что он такой плотный. Там будто есть стержень. Чувствуется, что он соединен с самого низа до самого верха. И в отличие от предыдущего звука, в котором было вот это оперное пространство, но он не был вот таким соединенным. А здесь вот больше мяса в звуке. Это так сильно чувствуется. Он взялся за это очень основательно. Псих. Здесь у нас вот что. Опять же, я об этом уже говорил. Так как там есть усилители, то можно петь микрофон мягко и нежно, как он делает это сейчас. И там есть целая группа. Оркестр. Эти струны, что стремятся то вверх, то вниз. Эти барабаны. Это одно большое фантастическое шоу, которое устроил Димаш. И несмотря на все это, вы все равно слышите его пение. Вот что мне очень интересно услышать. И это нужно послушать его вживую, чтобы понять точно. Так это размер его голоса. Потому что это самый явный отличительный знак между настоящим оперным певцом и тем, кто им не является. В этом и есть зрелость голоса. И объем звука, который он может выдать. В общем, вот что мне интересно. Его реальный размер голоса. «Бог мой»! Да нет. Ми-6. Мне понравилось, как в этой музыкальной секции он сохранил постоянное красивое вибрато. И это был такой витающий головной голос. Ну, или почти такой. В общем, он завис где-то между пятой и шестой октавой. И потом он взял эту ноту Ми-6. А это очень-очень высокий диапазон сопрано. Поразительно. Он просто взял и вернулся назад. После этого грандиозного, высоченного фальцета и белтинга головным голосом на ноте Ми-6. Он спел вот эту фразу. Тихим, спокойным голосом, как в начале. Понимаете? Просто взять и сделать такое. Даже особо не думая об этом и не напрягаясь. Я к тому, что это... Когда вы начинаете выступление, то невозможно думать обо всех этих вещах. Там должна срабатывать мышечная память. Это такая вещь, которая требует много тренировок. Но если ты один раз сделаешь это, это потом срабатывает на автомате. Мне кажется, он дошел до такого уровня, когда он может менять стили, жанры и просто силой мысли. Я не хочу сказать, что все так легко и просто. Но что-то типа... Сейчас спою «Высоко до небес». А потом резко переключусь на спокойное пение. «Высоко до небес». «Высоко до небес». Ох... Найд! «Высоко до небес». «Высоко до небес». «Высоко до небес». «Высоко до небес». Надо вернуться назад. Боже, правый. Это ж чистый абсурд. Это то, что я вам говорил про его верхний регистр. Его универсальность и верхний регистр. Непревзойденно. Чокнуться можно. И еще здесь он сделал мою любимую вещь в музыке. Я про этот большущий, грудной, высокий, смешанный голос. Это как белтинг в рок-стиле. Брэндон Юри так спел. И это мое самое любимое. И Димаш сделал это прям только что. Давайте посмотрим, как высоко он там забрался. Это был довольно мощный белтинг. Наверняка это был грудной голос, который дотянулся до высокой ноты Си. Ну а потом он перешел свой головной голос, чтобы пойти еще выше. И он делает эти переходы на такой высоте, и они ему ничего не стоят. Нота Фа-диэс-5 И дотянулся до высоте, и он не наблюдал. Обожаю. Просто люблю, как он закончил это. Он перешел с этого сверхчистого пения, когда его вокальные складки были вот так. Вот что с ними происходит, когда звучит такой рок-белтинг. И хотя здесь не было вот этого скрипа, у него получилось очень чистое звучание. Итак, вокальные складки впечатаны друг в друга. Высокий, гармоничный, яркий, кусачий звук. Атмосфера бешеная. И потом он переключается на это сверхнежное пение в самом конце. И голос до того нежный, что постепенно переходит просто воздух. Его последняя фраза заканчивается, заканчивается вот так. Просто растворяется в воздухе. Посмотрите на это лицо рокера. Мне нравится. Давай, зажигай, братец. И послушайте эту последнюю секцию в этом финальном переходе. И потом я закругляюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все больше и больше воздуха, пока это не растворится в дым. Димаш Кудаверген, Казахстан! Безумный. Совершенно сумасбродный голос. Вы сами понимаете, насколько это поразительно. Я испытываю такую глубокую признательность. Данному таланту. Это просто мега талантище. Всем спасибо за внимание. Мне тут и добавить нечего. Всех люблю. Всех субтитры сделал DimaTorzok Всех субтитры сделал DimaTorzok Всех субтитры сделал DimaTorzok